Всем привет! Это третья неделя курса по программированию на языке Python. Начнем мы третью неделю с обсуждения функций. Мы уже с вами активно использовали некоторые функции, такие как функции input, функция print и функция range. Настало время научиться создавать свои функции. И прежде чем мы научимся это делать, давайте обсудим, зачем это вообще делать. С одной стороны, всего того, что мы умеем, уже достаточно для того, чтобы написать практически любую программу. Мы умеем описывать переменные, умеем присваивать переменным значения чисел, строк и списков. Мы умеем описывать условные конструкции. Умеем создавать повторяющиеся конструкции с помощью циклов for и why. Наконец, мы можем осуществлять вот вывод данных на консоль. И всего этого достаточно для того, чтобы реализовать практически любой алгоритм. Тогда получается, что в принципе без функции можно обойтись. Зачем тогда их изучать? Но почему-то практически во всех языках программирования существует механизм описания функций. Наверное, это неспроста. Действительно, функции позволяют существенно упростить жизнь программистам. С помощью функции вы можете структурировать свою программу, разбить ее на логически завершенные части. То есть каждый раз, когда у вас есть какая-то часть в программе, которая выполняет некое действие, которое вы можете как-то описать, имеет смысл это действие выделить в отдельную функцию. И тогда, возможно, дальше вы сможете эту функцию переиспользовать. Или даже если вы ее не будете переиспользовать, вам будет проще понять свою программу. Вы фактически с помощью функции можете создать новые какие-то примитивы, новые операторы внутри вашей программы. При этом, когда у вас появляется функция, вы можете абстрагироваться от того, как конкретно эта функция реализована. Вы ее уже один раз реализовали. Дальше вы можете для себя просто держать в голове, что эта функция делает. Что она принимает в качестве аргументов, что она возвращает в качестве значения. И не думать о том, как конкретно происходит, например, поиск минимума или сортировка списка. И естественно, что после того, как вы опишите свои функции, вы можете эти функции использовать в своей программе много раз. Таким образом появляется возможность переиспользования кода. Давайте посмотрим, как это может происходить. Объявление функции может происходить следующим образом. Давайте опишем функцию, которая ищет минимум среди двух чисел. Мы уже несколько раз вспоминали то, как можно искать минимум двух чисел. Для этого мы берем, сравниваем два числа a и b, и результатом будет минимальное из двух чисел. Итак, общий синтаксис описания функции выглядит следующим образом. Используется ключевое слово def. Затем следует название функции. Название может быть произвольным. Здесь те же самые правила, что и для названий переменных. То есть можно использовать буквы, цифры, знаки, подчеркивания. Первый символ должен быть не цифрой. Дальше после названия функции следуют скобочки. И внутри скобочек описываются параметры или аргументы функции. Аргументов может быть произвольное количество. Дальше ставится двоеточие и следует тело функции. Тело функции следует с отступом. В теле функции можно использовать ключевое слово return, которое позволяет завершить выполнение функции и вернуть результат в то место программы, откуда эту функцию вызвали. То есть функция min2 в данном конкретном случае, в том случае, если a оказалась меньше либерного, чем b, вернет значение a наружу. И на этом все выполнение функции закончится. Если же b оказалось меньше, чем a, то функция вернет значение b и тоже функция закончится. Давайте посмотрим, как можно вызывать функции. Вот описанную нами функцию min2 в программе можно вызвать следующим образом. Поскольку наша функция принимает два аргумента a и b, мы должны указать при вызове функции, мы пишем имя этой функции и в скобочках указываем два значения. Это могут быть какие-то конкретные значения, константы, как числа. В принципе, это могут быть какие-то произвольные выражения, там вида a умножить на b, c умножить на d, минус 5, что-нибудь такое. Произвольные выражения. Функция будет оперировать, подставить значение этих выражений в качестве значений параметров и выполнится все конструкции функции. То есть, когда мы запустим функцию min2 с параметрами 42 и 30, в переменную a внутри функции запишется значение строк 2, в переменную b запишется значение 30. И дальше эти значения будут использоваться внутри функции. Можно использовать вызов функции несколько раз, можно в качестве параметров использовать результат работы функции, то же самое, либо результат работы какой-нибудь другой функции, никаких проблем нет. То есть, например, минимум из трех чисел можно найти следующим образом. Мы найдем минимум из первых двух чисел. Это будет какое-то одно число. И дальше это число сравним с третьим числом. То есть, найдем минимум из очередных двух чисел. И это будет результат минимум трех чисел. Результат мы можем записать в какую-нибудь переменную, например, переменную n. Естественно, для того, чтобы вызвать функцию min2, эта функция min2 должна быть ранее описана. То есть, если вы в этом месте программы вызываете min2, то описание функции должно быть где-то выше. Ну, в принципе, достаточно удобно описание всех функций в вашей программе делать в начале программы, а дальше начинать, дальше у вас идет основное тело программы.